всем привет в этом видео я хочу поделиться с вами тем как идет работа над моей книгой 300 персонажей это мой личный проект который я решила сделать самостоятельно эта книга очень большой сложный проект и есть честно мне до сих пор не верится что я на каком-то уже почти финальном этапе и мне по сути не так много всего осталось сделать чтобы отправить все вот это вот в типографию сегодня хочу рассказать про издание печать сам процесс работы над книгой как я это вижу для себя немного о содержании конечно же я покажу вам все что мне готово и расскажу в чем особенность всего этого проекта и будет очень много инфы о верстке и о процессе я показывала вам не порезанные страницы прошло несколько часов я это все порезала и если вам нравится то что я делаю нравятся мои проекты то вы можете поддержать меня на патреоне также там можно следить за этим и другими проектами и для ребят которые поддерживают меня на патреон я придумала особенные условия приобретения этой книги я придумала отдельную систему скидок для своих патреончиков ну и тем кто с определенным уровнем милоты я буду вообще все бесплатно в подарок отправлять за колоссальную помощь моему проекту и поддержку эту книгу я напечатаю с помощью предзаказа и после это все будет формате pdf доступно на моем патреоне пока что я придумала такую систему книжечка будет стоить минимально для моего патреона но при этом если вы захотите каких-то бонусов типа проверка заданий или вы захотите в подарок альбом в котором очень удобно будет выполнять эти задания то вы выбираете следующий вариант подписки я еще не могу вам озвучить точную стоимость моей книги потому что я не знаю окончательного тиража я еще не определилась с бумагой я только примерно понимаю как я хочу все это видеть я хочу чтобы книга имела 7b переплет чтобы она легко открывалась на каждом развороте чтобы с ней было удобно работать чтобы сборка и переплет и конечно же печать были супер качественными потому что для меня это параметр номер один в любом изделии за который я берусь еще к самой книге я хочу напечатать альбом чтобы быть более понятной покажу вам картинки вот например я рассказываю о срединной линии о пропорциях и в альбоме заданиями будут какие-то такие фигурки и вы должны будете что-то с ними сделать то есть будут какие-то шаблончики которые будут помогать выполнять некоторые задания ну или вот такие штуки то есть чтобы не рисовать все эти лица у вас будут уже распечатки которые нужно просто заполнить потому что часть упражнений будут построены таким образом что там важны бы другие вещи не то как вы нарисуйте все эти шаблончики а то как вы их обыграете еще я хочу собрать все эти задания в формате pdf для ребят которые захотят все это выполняется на планшетике и не рисовать руками в этом издании не будет какой-то привязки к материалу вы можете работать над персонажами с помощью любой графики и с помощью любого материала то есть это не о материалах а именно о стилизации о форме о цвете о каких-то визуальных элементах особенностях как это все продается работает в каких проектах что важно и какие вообще могут быть персонажи и как над ними работать с чего начать и к чему в итоге нужно прийти маленькая вставочка хочу пригласить вас 8 сентября на вафаф фест я буду рассказывать там о комиксах начиная с 2 30 приходите если давно хотели познакомиться и вам интересно послушать мою небольшую лекцию фестиваль будет проходить в биргольц-центре более подробную информацию можно найти в инфобоксе оставлю ссылочку на мероприятие я разделила свою книгу на несколько глав первая глава это анализ я рассказываю о своем опыте о разных своих проектах о работе с разными компаниями о работе над разными совершенно вещами эта часть одна из самых интересных надеюсь я не ошибаюсь и вам она действительно понравится и будет очень полезной вот например одна из страниц с очень старыми работами я даже не верю что я когда-то такое рисовала для меня эта книга прям большой проект и очень интересный потому что я пока работала над некоторыми главами очень много всего проанализировала и мне лично это помогло именно в работе посмотреть совсем с другой стороны на то что ты делал то что ты делаешь дальше идет только стилизация стилизация человека я рассматриваю в этом издании только как стилизовать людей и вот эти вот все штуки это оттуда книги будет очень много примеров готовых проектов работ большое количество разных упражнений на понимание формы цвета силуэта и всего-всего что важно учитывать в персонаже вместе со мной вы анализируете думаете выполняете разные всякие челленджи можно так сказать я постаралась рассказать тут о куче всяких полезных вещей которые могут помочь в дальнейшей работе как я не пыталась отнекиваться от того что это обучающая книжка все равно она вышла обучающей сейчас у меня этап верстки и как раз работая над этим проектом и еще над несколькими подобными я поняла что самое комфортное когда ты работаешь параллельно над всем примерно так же как в комиксах то есть ты делаешь какую-то схемку своей книжки и потом добавляешь в эту схемку все больше новых элементов прорабатывая все больше какие-то отдельные фрагменты и страницы например у меня есть общая структура есть несколько глав которые я хочу включить и дальше я их наполняю меняю добавляю текст добавляю картинки и если писать текст отдельно и вставлять потом картинки это будет полная херота прям вот херня невозможная когда ты работаешь параллельно над содержанием главы то есть делаешь картинки под это оформление под определенный формат страниц под определенный текст под его определенное нахождение на поле страницы тогда у тебя получится что-то нормальное и понятное человеку который это будет смотреть и читать для меня важно было эту книгу сверстать самой потому что я не могла ее доверить никому большинстве проектов я работаю как приглашенный иллюстратор то есть я только рисую какие-то картиночки а их потом уже вставляют используют в готовых продуктах я не занимаюсь всем полным комплексом я только звено какой-то большой цепи по изготовлению какой-то большой штуки и возвращаясь к верстке как раз наверное из-за того что очень мало книг особенно в этом сегменте обучающим которые сделаны стильно все они в основном выглядят очень шаблонны и я не хотела этого шаблона ни в коем случае поэтому начав работать я поняла что верстка это офигенно интересно и круто и можно столько всяких приемов классных использовать дизайнерских и мне прям это очень нравится и мне нравится заниматься наверное графическим дизайном это можно в эту сферу немного отнести и вот версткой но может быть это связано с тем что у меня очень нестандартная книга в том плане что ты работаешь с иллюстрацией и меньше работаешь с текстом это гораздо интереснее чем верстать книгу только с текстом тут у меня очень много возможностей сделать эту верстку элементом дизайна в книге наверное так и я только начала все свои наработки запихивать финальные шаблончики и приводить это все к финальной редакции потом весь мой текст отправится редактору и после его еще раз проверит корректор вот такая система работы будет а верстку и все все остальное я делаю сама то есть я сама придумала содержание этой книги я пишу весь текст самостоятельно и готовить к печати я это буду тоже все сама но это не самое страшное в этом всем процессе я уже кстати придумала обложку я сделаю кучу кучу силуэтов разных персонажиков и наверное она будет такой минималистичной черный или розовый или еще какой-то но обложку я уже точно сама себе утвердила еще я тестово напечатала открытки просто так захотелось мне посмотреть как это будет смотреться в таком формате ну я думаю что я чего-нибудь с этим еще придумаю но пока что как это выглядит мне очень нравится я на самом деле все никак не могу собраться снять три видоса про канал про инстаграм и третье про патреон как раз для видео про инстаграм я хотела распечатать фотографии которые находятся в моей галереи в моем профиле и разложить их и рассказывать типа об этом всем по верстке тут не так много шаблонов использовано то есть например вот для страниц про стилизацию я использую вот эти два шаблона когда просто фигурки и тут какой-то текст и над фигурками еще фигурки еще с полосками вот полоски еще мне очень нравится делать какие-то элементы более крупными и когда это все заполнено подписями вокруг мне кажется так ты сразу вокруг какой-то иллюстрации быстро считываешь информацию которую нужно прочесть конечно тут немножко будет про комиксы и персонажей для комиксов как с этим работать еще такой тип страниц будет про сборку я уже вам рассказала и про формат я пока что останавливаясь на таком размере это чуть меньше по высоте чем а4 и более вытянутый в длину формат это будет все вот так вот разворачиваться на мой вкус горизонталь это самый удобный классный формат единственный минус то что его сложно фоткать и показывать но для работы и смотрения и читания информации это очень удобно и плюс в плане верстки тоже очень много всего можно разместить был еще такой вариант размера этого всего как видите на патреоне я показываю весь процесс и там уже все эти страницы лежат ну и даже больше это я просто для себя часть распечатала чтобы понимать как с ними работать дальше вот например эта страница мне очень нравится тут конечно еще будет все двигаться и разбираться но как идея мне тут все очень симпатично только из-за того что это будет живая напечатанная книга я делаю распечатки потому что так я понимаю размер шрифта размер иллюстрации понимаю видно ли какие-то отдельные элементы либо что-то нужно сделать крупнее меньше и так далее и я работаю над другими проектами другими книгами на заказ ни разу не сталкивалась с тем чтобы кто-то избегал распечаток и согласовывание всего по распечаткам потому что обычно все книги согласовываются именно таким образом вот эти страницы которые тут есть это даже не половина это просто отдельные страницы на которые мне нужно было посмотреть чтобы все остальные похоже сделать по шаблону я все-таки хочу какую-то структуру всего пока что у меня что-то приближенное к 100 страницам но я тут не гонюсь за количеством страниц я скорее гонюсь за тем чтобы все изложить еще могу добавить по поводу работы над книгой также как над комиксом вы например пишите сюжет а в книге вы пишете содержание и вы пишете все что только приходит вам в голову вы пишете 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 а потом на каком-то промежуточном этапе после того как отдохнули от всего что создали перечитывайте это или как в комиксе пересматривайте и что-то убираете лучше убрать лишнее чем придумывать что же еще добавить по крайней мере я поняла что для меня так работать комфортнее какие-то вещи я рисую полностью на планшете какие-то руками я как вы знаете очень люблю маркеры любые и акриловые и обычные и часть иллюстрации и часть персонажей тут будут выполнены в традишке а часть будут полностью компьютерными так что очень надеюсь что по материалам и техникам тут также будет все интересно и будет большое разнообразие всяких разных штук думаю что больше промежуточных видео по книжечке я делать не буду но все можно будет найти в постах на патреоне и я надеюсь что месяца через два я покажу вам готовую напечатанную красивую книгу и я очень надеюсь что она вам понравится и она будет полезной и интересной для многих всем волшебной недели интересных и увлекательных вам проектов и рисований чтобы работа вас только вдохновляла и вам хотелось ее продолжать и вообще начать никаких выгораний и тем более арт-блоков страшное слово пока пока